Долгое время участок дороги через реку Павловку на Московском шоссе оставался проблемным в городском хозяйстве. Пару лет назад широко обсуждалась проблема пешеходного моста, а вернее его отсутствия в этом месте. Людям, чтобы попасть в расположенные на Московском шоссе торговые центры, приходилось выходить прямо на проезжую часть и создавать тем самым крайне напряженную дорожную обстановку. Однако осенью прошлого года установили основание моста, затем начался монтаж металлических секций и основного пролетостроения. И в октябре пешеходы стали ходить не по дороге, а по крепкому мосту. Надо сказать, что на этом участке Московского шоссе происходили и ЧП. Так, в декабре 2013 года, пробив ограждение на лед реки Павловки, упал легковой автомобиль. Тогда, помнится, водитель отделался переломом бедра и ушибами. И стало понятно, что мост через Павловку требует реконструкции. Вскоре его обследовали инженеры экспертных организаций и признали этот объект аварийным. В апреле этого года чиновники сообщили о проведении проектно-изыскательских работ. А, собственно говоря, сам ремонт по технологии восстановления моста без разбора опорно-балочной системы начался 1 июня. А уже 31 августа проезжую часть открыли для автомобилистов. Красную ленточку перерезали зампред регионального правительства Шокот Ахметов и глава администрации Рязани Олег Булеков. Ахметов отметил, что благодаря использованным материалам мост должен простоять как минимум 30 лет. При этом 25 из них строение будет находиться на гарантии по ремонту. Отметим, что в ходе работ строители усилили несущую конструкцию за счет железобетонной плиты. Теперь мост способен выдерживать нагрузку до 102 тонн. При этом была изменена и высота моста с 24 до 40 сантиметров за счет установки опорных частей, позволяющих конструкции деформироваться и приспосабливаться к погодным условиям. По сообщениям чиновников, ремонт моста через реку Павловка на Московском шоссе в Рязани обошелся бюджету в сумму примерно 60 миллионов рублей. Однако работы еще не закончены. Ремонт продлится до середины октября, но уже под мостом, не мешая автомобильному движению.